Снег реально усиливается, мы все так же двигаемся по лесу и начинается реально пруга. Хорошо, что нет ветра. Короче, моя первая в жизни ночь на маяке. Я не испытал никаких креативных чувств. Мне было все очень нормально. Невероятно красивый маяк, один из топливых маяков в России. Я всегда мечтал и думал, как это будет происходить. Ничего, на самом деле, не обычного. Бывали у меня ночи и похуже, и поприкольнее. Но, если честно, мне кажется, я хочу сказать, что круче я еще ничего не снимал. Честное слово. Это просто кардиозное место. Малень, там такие цвета вообще. Вот мысли новичков. Здесь нужно как-то траверс сделать. Который в первый раз. За снежном лесу. Это очень красивый кадр. Блин, зачем я иду там, нафиг мне там надо, я хочу домой, я устал. Вот художники, они меня от этого и офигевают. Когда приходят в какие-то места, просто круче, что-то. Художники, фотографы, операторы. Волун, стремность. Можно сказать, просто красиво, знаешь, ты вышел, вот тачка красивая едет. Все, она красивая. Но здесь что-то невероятное. Здесь все сошлось в одном месте. Это сомнитель. Вот это сомнитель. Смотрите, вот красивые бескрайние претеры. Собачу пряжку направо, смотри, что варежка. Вот это было самое узкое место, в кругом деревьях. Мы уже не просто ловим рыбу, мы пытаемся усложнить себе задачу. Блин, на самом деле довольно стремновато сейчас ночью дойти. Субтитры создавал DimaTorzok Здорово, ребят, вот и подходит к концу 2023 год. Сегодня 30 декабря и до следующего года остается считанный один день. Все уже, наверное, подводят итоги года. Все, кроме меня, потому что я максимально в рабочем процессе. До самого последнего часа уже крадется, казалось бы, бой курантов. Вот-вот уже врывается в наш дом, в телевизор, в телефон. И все друг друга поздравляют с наступающим. Расчищают мандарины, охлаждают шампанского, готовят торты, селедку под шубой. Что там еще? Обычно на Новый год делают все нормальные люди. Все, кроме меня, завтра Новый год, а я еще ничего не спланировал. Не спланировал, зато делал рил за 2023 год. Только что вы его посмотрели. Это, пожалуй, топовые кадры, которые случились со мной в 2023 году. Кадров очень много хороших получилось. Гигантский объем данных, гигантский объем информации, фотографий, вшотов. Все очень крутые. Запихнуть в 3 минуты видео очень сложно выбирать. Мне нравится один кадр, мне нравится следующий шот за ним, сделанный в одной и той же локации. Поэтому вот здесь такая выжимка из моих путешествий, которые были в этом году. Как обычно, я большую часть времени провел на Камчатке практически всю зиму и все лето сенджой Камчатка. Зимой я хожу в экспедиции как оператор самой протяженной гонки в России на собаках, а летом я снимаю туризм. За этот год у меня было несколько больших проектов. Это вот документальный фильм, кадры из которого здесь тоже в этом риле есть. Я надеюсь, что он выйдет в январе, уже появится, если его могут посмотреть. Это путешествие летом. Я впервые снял интервью, впервые сходил на ночные восхождения. Об этом тоже готовится выпуск. Познакомился с интересными людьми, которые так или иначе потом повлияли на дальнейшие мои принятия решений какие-то. Все это идет как снежный ком дальше, переваливается в 2024 год и надеюсь, что и дальше пойдет. Теперь в следующем году, конечно же, хочу пожелать больше учиться, больше узнавать какой-то новой информации для себя, расширять свой кругозор, знакомиться с новыми людьми, смотреть новые места, не засиживаться на одном месте, не засиживаться в каком-то одном энергетическом пространстве, сейчас скажу как какой-то астролог. Больше читать, больше смотреть фильмов. Это моя обычная рекомендация, которую я всегда даю на ютубе. Конечно же, следить за своим здоровьем, потому что зачем нам все это нужно, что я сейчас перечислил, если наш разум не в ладах с нашим телом, с нашим здоровьем. Все это нужно держать во внимании, не пихать в себя всякую ерунду и дрянь. Наставничество от Панова пошло. Короче, до Нового года остается один день. Всем хорошего настроения и увидимся в следующем году. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok